МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Анна Черник. Смотрите в этом выпуске. Поля ушли под воду. В регионе вводят режим чрезвычайной ситуации из-за дождей. Начнут с чистого листа. Чтобы были измерения точными, нам нужно взять несколько районов. Большую градацию провести. В Омской области приступили к пересмотру мусорного норматива. Взойти на престол Вестероса. На Омском заводе изготовили копию железного трона из культового сериала. И несмотря и вопреки серьезному диагнозу. В Омске стартовал детский турнир по слэдж-хоккею. В Омской области из-за подтоплений вводят режим ЧС. Под водой больше 50 тысяч гектаров посевов. Режим уже действует в Тарском и Называевском районах. Здесь метеорологи зафиксировали переувлажнение почвы. В 7 раз превышена месячная норма осадков в Саргатке и Тюкалинске. Всего же в зоне затопления площади в 12 районах. Обведение особого положения на всей территории региона, скорее всего, объявят уже вечером. Сейчас специалисты готовят необходимые документы. Сегодня идет согласование в целом по области порядков, которые определяют введение режима ЧС. И сегодня к концу дня будет введен, возможно, по всей области. Сегодня перестраиваем структуру посевных площадей. Рассматриваем возможность использования этих площадей под кормовые культуры в летний период. Посева многолетних трав для создания кормовой базы. Несмотря на сложную ситуацию, необходимый запас зерна в регионе, по словам экспертов, будет заготовлен. Выполнит область и обязательства по экспорту пшеницы. В ходе весенней кампании аграрии перераспределили площади и отвели под посев зерна поля, пригодные для его выращивания. Неутешительный для агрария в прогноз тем временем дают синоптики. Ливни в регионе будут идти до конца месяца. Холодными окажутся и ближайшие выходные. По ночам в субботу и в воскресенье столбики термометров могут опуститься до 3-4 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до плюс 15. Будет дуть пронизывающий северный ветер местами с порывами до 10 метров в секунду. Прохладной будет и вся следующая неделя. С 24 июня ожидается 30-градусная жара, но также с дождем и грозами. В Омской области началась работа по пересмотру мусорного норматива. В нее вошли 23 человека. Это депутаты, общественники, чиновники и предприниматели. Они решат, где и как будут проводить замеры мусора. Напомню, норматив пересматривают по поручению губернатора. Сейчас в Омской области он 6 литров на человека в сутки. Это целое ведро и цифра явно завышена. Замеры проводили три года назад общественники. Теперь это сделает независимая организация. Сегодня стало известно, что исследование обойдется в 10-12 миллионов рублей. Чтобы не совершить ошибок прошлых лет, рабочая группа Пререк составит новое техническое задание. Для объективности, чтобы были измерения точными, нам нужно взять несколько районов. Часть южных районов, часть северных районов. Посмотреть отдельные поселения, посмотреть райцентры. Где-то есть газовое отопление, где-то есть печное отопление. Где-то уже на территории деревень ведется раздельный сбор мусора. Где-то есть компост и навоз, а где-то люди все сжигают в печках. То есть нам нужно большую градацию провести. Идеи будут принимать и обсуждать две недели. Еще месяц займут торги по определению фирмы-исполнителя. По методике на установление норматива нужен целый год. Впрочем, сроки могут пересмотреть и сократить до трех месяцев. С такой инициативой губернатор обратился в Федеральное Минприроды. Предварительная договоренность достигнута, официальные документы еще готовятся. После сбора информации ее проанализируют и уже тогда пересчитают мусорный норматив. А вслед за этим изменится и плата амичей за вывоз бытовых отходов. Между тем, уже в следующем месяце платить вывоз мусора амичи смогут через все платежи. Об этом рассказали в энергосбытовой компании, которая выставляет счета. Многие амичи, привыкшие оплачивать коммуналку с помощью этого сервиса, недоумевали, почему строка мусор там по-прежнему не появилась. Выяснилось, что сейчас функция в разработке. Соответствующая строчка появится в ближайшее время. Они дорабатывают свое обеспечение, чтобы эта строчка заработала, появилась. Как только мы договор урегулируем и протокол обмена данных, то появится. Примерно до конца месяца мы сделаем это. В регионе продолжают обсуждать отчет губернатора. Своим мнением делятся не только депутаты, но также общественники и ученые. Напомню, глава региона Александр Бурков подвел итоги своего первого года на должности губернатора, дал оценку работы команды областного правительства, а также обозначил приоритеты дальнейшей работы. При этом в докладе не было ссылок на работу прошлого состава Кабмина. Ведь, как отметил губернатор, жители вправе ждать решения проблем от тех, кто у власти находится сейчас. Выступая перед депутатами, министрами и общественниками, руководитель области также не стал делать акцент только на положительных тенденциях. Прозвучало и немало критики. Прозвучал очень четкий и очень честный отчет. И приятно то, что мы не только услышали положительные моменты в развитии Омского региона, а самое главное, мы услышали болевые точки. Проблемы, связанные с жильем, с его состоянием, с капитальным ремонтом жилья, это основной посыл для того, чтобы удовлетворить вообще проблему или решить эту проблему, связанную с благополучием каждой семьи. Семья с работой возвращается в дом. Поэтому обеспечение качественной водой, хорошим жильем, теплом в жилье, не текущей крышей, это все, конечно, первоочередные задачи. И не случайно сегодня очень много посылов из уз губернатора прозвучало в адрес Министерства строительства, жильщико-коммунального комплекса. Ну а одним из главных вызовов правительству региона Александр Бурков назвал убыль населения. Этот процесс отчасти закономерный. Область сейчас ощущает на себе последствия демографического спада 90-х. Многое делается, чтобы переломить тенденцию. Сохраняют меры социальной поддержки. В регионе действует 80 видов помощи, 40 из которых финансируют только из областного бюджета. Создают комфортные условия для бизнеса, а значит и новые рабочие места для мячей. Впервые в регионе появилось 12 тысяч новых предпринимателей. Важный показатель деловой активности, объем инвестиций, впервые с 2013 года вырос на 10%. Эксперты отмечают особенно актуальные меры поддержки для селян. Много мы говорим о исходе населения из Омской области. Но больше надо говорить о том, что наша область, она своеобразная. Более половины живет, конечно же, в городе, население Омской области. Мы должны думать о том, как население сельской территории необходимо поддержать. И прежде всего поддержать это за счет сохранения рабочих мест, которые имеются на этих территориях, и создание новых рабочих мест. Наметки в деятельности правительства за последний год в этом направлении существуют. Вложение в сельскохозяйственное производство налицо. А вот с созданием и сохранением рабочих мест именно на сельских территориях это большая работа, которую надо продолжить в перспективе. Губернатор в отчете также уделил внимание теме экологии. Много в этой сфере уже сделано. В регионе появился центр мониторинга окружающей среды. Купили и мобильную эколабораторию, позволяющую делать точные замеры и оперативно передавать информацию о количестве и структуре выбросов в Омский воздух. Областной Минприроды заключило уже 12 экологических соглашений с промышленниками. Предприятия согласились в любое время в случае необходимости открыть свои двери для проверяющих, а также модернизировать производство и свести вредное воздействие на состояние окружающей среды к минимуму. Впрочем, охват промышленников пока не полный, отметил губернатор. Эту работу необходимо продолжить. Экологические проблемы были озвучены достаточно кратко. Почему? Потому что вопросов за этот год очень много было решено. Это вот и по воздуху, это в том числе и по другим показателям экологическим. Я вот сейчас приехал из Москвы, где отмечался День экологии. Наша территория, Омская область, была отмечена там четырьмя наградами. Это вот за аппаратуру по анализу воздуха. Особенно было отмечено, как было и в докладе губернатора, отмечено, что очень большое спасибо общественности, которая занимается этими экологическими проблемами. Студенты омских вузов создадут тренажер виртуальной реальности. Будущих программистов, технологов, математиков и инженеров приглашают на стажировку в технопарк «Газпромнефти». Два месяца ребята будут решать реальную производственную задачу – разрабатывать обучающий VR-тренажер для нефтепереработчиков. О том, как будет проходить стажировка и почему в ней обязательно нужно принять участие, расскажет Наталья Бельская. О наборе студентов группы разработчиков технопарка «Газпромнефти» Никита Щерба узнал как раз перед защитой диплома. Тема его научных исследований совпала с задачами на стажировке, а потому решил попробовать и не пожалел. Талантливого амича победителям многих городских олимпиад заметили. Сейчас Никита учится в магистратуре МГТУ и работает в штате автоматики «Сервис» – дочерней компании «Газпромнефти», которая занимается цифровыми проектами. Студентам нужно участвовать в этой стажировке, потому что эта стажировка даёт возможность применить их навыки на реальном практическом объекте. А это суперважно, потому что вы получаете опыт работы с задачей в таких достаточно специфических условиях. И те навыки, которые получаются в этих специфических условиях, они, как подсказывает мой опыт, гораздо важнее, чем все те теоретические навыки, которые получаются за четыре курса бакалавриата и два курса магистратуры. Впервые студенческую стажировку в технопарке «Газпромнефти» провели летом 2018-го. Ребята разрабатывали пилот интеллектуальной системы в помощи принятия решений для операторов Омского НПЗ. Проект получил множество положительных отзывов. Его, возможно, запустят в тираж. В этом году студентам предлагают создать для нефтепереработчиков обучающий тренажёр на основе виртуальной реальности. Компания «Газпромнефть» делает ставку на развитие талантливой омской молодёжи, прежде всего учащихся местных вузов. И мы считаем, что именно в этой категории ребят, амбициозных, молодых, есть все шансы стать в ближайшем будущем перспективными инженерами. Заявки на стажировку в технопарк «Газпромнефти» принимают до 24 июня включительно. От соискателей ждут резюме и мотивационное письмо. Дополнительным бонусом станет портфолио с научными достижениями. Итоги отборочного тура проведут уже 28 июня, а с 1 июля стажёры приступят к работе. Наталья Бельская, Денис Лопарёв, 12 канал. В Омске выбрали лучшего врача региона. Итоги областного этапа всероссийского конкурса подвели на торжественном вечере, посвящённом Дню медицинского работника. Профессиональный праздник медики отметят в предстоящее воскресенье. Всего в регионе в сфере здравоохранения трудятся 45 тысяч человек. Сейчас стоит задача, чтобы каждый житель области мог получить качественную и своевременную медпомощь, независимо от того, живёт он в Омске или в отдалённом селе. Мощную федеральную поддержку обеспечит национальный проект здравоохранения. Об этом в своей поздравительной речи говорил губернатор. В рамках этого проекта наша Омская область получит 32 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже получена субсидия в размере 1 миллиард 300 миллионов на этот год. В основном, конечно, эти средства пойдут на перевооружение онкологического центра, на приобретение техники, в том числе на приобретение 23 перережных фабов. Но я хочу подчеркнуть, что никакое медицинское оборудование не спасёт жизнь человека без ваших рук, без вашего профессионализма, вашей заботы и вашего желания. Самым достойным вручили награды от областного правительства и Минздрава России. Отметили дипломами и лауреатов областного этапа конкурса врачей. 48 человек, занявших первое и второе места в 24 номинациях. Владимир Карасёв поднимался на сцену дважды. Он стал не только лучшим онкологом, но и лучшим врачом региона. Хоть и вручали диплом мне, но эта работа, конечно, глобальная, командная. Всех людей, которые меня поддерживали, меня учили, которые со мной рядом с операционного стола стояли. Поэтому я считаю, что это победа наша общая, а не только моя. Поэтому я горд за свой онкологический диспансер, за свой альмаматер, что онкологов признают. И, в общем, чувство гордости за диспансер, за своих коллег, как он переполняет. Как лучший врач, Владимир Карасёв получил сертификат на автомобиль. Впрочем, как отметил победитель, участвовал в конкурсе он не ради машины, а чтобы повысить престиж Омской онкологической службы. Одной из лучших не только в Западной Сибири, но и во всей стране. И вот какие материалы сейчас наши корреспонденты готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Ждут часа расплаты. Сотни работников завода нефтегазового оборудования уже полгода не могут получить заработанные деньги. Денег нет. У меня двое детей. То есть кормить-то надо семью. Жена не особо много зарабатывает. Пришлось ей выйти с декрета. Руководство уверяет, сотрудники – самый ценный актив предприятия. Вот только общий долг по зарплате уже достиг 17 миллионов рублей. Завод уже больше года в поле зрения прокуратуры. Екатерина Булучевская узнала, как руководству удалось накопить космические долги. И когда людям все же вернут их кровно заработанные. Крушат треноги и избивают операторов. Так дружелюбно водители настроены к камерам фото-видео фиксации. Автомобилисты уверены, владельцы техники специально прячут ее в кустах и жульничают, завышая реальную скорость. Гражданин уронил комплекс, был задержан сотрудниками Росгвардии для дальнейших разбирательств. Действительно ли операторы наживаются за счет законопослушных водителей, выяснял Денис Жарков. Борются за звание чемпиона в Сибири. В Омске стартовал детский турнир по слэдж-хоккею. На льду дворца имени Кожевникова играют три команды. Это школьники из Новосибирска, Бердска и Красноярска. Практически у каждого спортсмена диагноз ДЦП. Особо популярен этот вид спорта стал в последние три года. Сейчас в нашей стране 16 детских команд. Свою обещают создать и в Омске. Анна Кокорина продолжит. Такого в большом хоккее точно не встретишь. К выходу на лед игроки всех команд готовятся в одной раздевалке. Примеряют новые свитера, много шутят и подбадривают друг друга перед игрой. Для большинства турнир в Омске первый в жизни. Вратарскую амуницию Андрей Гончаров носит всего пару месяцев. Но уже сравнивает себя со звездным галкипером-магнитки Василием Кошечкиным. Это ловушка. И вот мы просто ее толкаемся, а так все остальное все так же абсолютно. Ну и самое главное, это, наверное, все-таки сани. Это такие же полозья, то есть все так же, что вот на санях. Насколько сложно балансировать на них? Да не сильно, если честно. Эмоции не утихают. И на льду мощных столкновений и драк здесь нет. Соперники берегут друг друга. А вот в гонке за шайбой выкладываются по полной. Гонят вперед и трибуны болельщики, родные и близкие хоккеистов. Юлия Телегина топит сразу за двоих. На льду ее сын и дочь. Девочка абсолютно здорова, но так поддержала брата, страдающего ДЦП. Физически стали крепче, то есть очень целеустремленнее стали, чем были. Раньше мы увлекались только компьютерными играми и приставкой, да. А сейчас мы играем, то есть у нас спорт, спорт и спорт. С головой в хоккейную жизнь окунулись тысячи ребят по всей России. Ограничений практически никаких. В команду берут всех. Не важны ни возраст игроков, ни их диагноз. Мы уже провели первый мастер-класс в Москве по такому особенному хоккею. И начинаем создавать первую в России детскую команду для ребятишек с синдромом Дауна, с раздройствами аутистического спектра. И осенью планируем уже набирать ребят с нарушениями зрения. Команду по сэдж-хоккею создадут и в Омске. Об этом заявили в «Авангарде». Впервые клуб стал соорганизатором турнира. Сегодня особенных спортсменов навестил Артем Манукян. Ждут на турнире и других ястребов Кошелева, Пьянова и Певцакина. Покажет ребятам и Кубок чемпионов Востока, завоеванный «Авангардом» в минувшем сезоне, чтобы зародить в сэдж-хоккеистах жажду больших побед. Они с детства, если начнут заниматься этим видом спорта, их будут учить, обучать. Они, конечно, будут защищать и честь сборной, и честь страны, и честь области. Я думаю, что здесь надо ставить самые большие задачи. Турнир в Омске продлится три дня. Команды поборются за титул чемпионов Сибири. Параллельно победителей и призеров определят и в других федеральных округах. Но уже в ноябре слэш-хоккеисты встретятся на фестивале в Сочи, где определят чемпионов России. Анна Кокорна, Денис Лопарев, 12 канал. И еще о спорте. «Авангард» могут пополнить сразу три легионера из НХЛ. Среди потенциальных новичков клуба – чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады Джейсон Спеца. Он пять последних сезонов провел в «Далла Старс». Всего за плечами Спеца 1065 матчей и 915 очков в НХЛ. Кроме того, в состав «Ястребов» могут перейти два игрока сборной Латвии. Нападающий Баффало Земгус Гергенсонс, а также Теодор Сблюгерс из системы Питтсбурга. С Блюгерсом главный тренер «Авангарда» Боб Хартли работал на последнем чемпионате мира, где тот провел семь матчей и заработал четыре очка по системе Гул Плюс Пас. Подписание контрактов станет возможным после 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов. «Авангард» – факт перехода игроков пока не подтвердил. И последние мечи смогут примерить корону и почувствовать себя властителем семи королевств. Копию легендарного «Железного трона» из «Игры престолов», самого популярного в мире сериала, изготовили на электромеханическом заводе. Весит конструкция около тонны. В отличие от прототипа, детали престола не ковали, а вырезали на станках и покрыли горячим цинком. Так что в первозданном виде символ власти из мира фэнтези простоит больше полувека. Изначально были сделаны чертежи конструкторским отделом. Затем буквально за пару дней изготовили на плазменной резке, как я уже говорил, отдельные конструкции, сварили в единое целое. И потом буквально за два часа предварительной обработки и пять минут горячего сынкования трон уже был полностью готов. Зайти на престол Вестероса сможет любой желающий. В июле трон установят на выставке «Агроомск». Примерят о мечи и корону. Ее тоже в ближайшее время изготовят сотрудники завода. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Завтра, 15 июня, по области и в Омске переменная облачность дожди. Температура воздуха в районах в ночные часы плюс 4, плюс 8. Днем до 17 градусов тепла. В Омске ночью до плюс 9, днем 14-18 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok